Здравствуйте, товарищи! Начинаем очередное занятие Красного университета Фонда Рабочей Академии. И сразу хочу сказать, что мы с вами сегодня уже попадаем в такую сферу невесомости. Я имею ввиду, что вот уже учение о сущности это такое учение, в котором не так много людей, которые свободно себя чувствуют. Ну или так себя свободно чувствуют люди, которых вот поместили в корабль и вывели на орбиту, и они там плавают. Но это не потому, что они птицы, они так летают. Это потому, что они как бы все время падают, но корабль быстро летит, так сказать, они упасть не могут, они там, так сказать, все время находятся в невесомости. То есть мы пришли к таким категориям, к таким сложным способам их выведения, которые обычным людям не знакомы. И не только обычным людям, а всем тем, кто считает себя обществоведами, гуманитариями, кто считает, что он изучил там марксизм, единизм. И тем, кто занимались в высших партийных школах, в академиях общественных наук, в РИСК КПСС. Потому что из всех людей, которых мы с вами знаем, из партийных руководителей, мы можем назвать только одного человека Ленина, который изучил науку логики. И одного. И больше мы никого назвать не можем. Поэтому, когда вот мы говорим, что вот мы не все понимаем, нас не так много, не так мало. Но не так и мало. Вот. По сравнению с тем, что было раньше. Даже по сравнению с тем временем, когда у нас был социализм в СССР. Вот. Видимо, эти события тоже подтверждают, что разбитая армия хорошо учится. То есть, понятно, что надо глубокие основы и твердые позиции иметь. Ну вот мы столкнулись с такими колоссальными трудностями. Ну и у меня такая же трудность. Я должен излагать то, что вообще труднопонимаемое, трудноизлагаемое и плохо воспринимаемое. Но. Мы же находимся в университете, правильно? И смело идем вперед. Вот. Поэтому я свою миссию вижу в том, чтобы это движение максимально облегчить. За счет того, что я буду рассказывать, как вот это можно воспринимать, как это легче понимать. Потому что, понятное дело, что это читать надо каждому самому. И разбираться в науке и логике, в учении о сущности. Нам, товарищ Гегель, мог чем помочь? Он сделал очень тонкую эту, в учении о сущности, самая тонкая книга из всех трех. Из учения о бытии, учения о сущности, они составляют первый том науки и логики, объективная логика. А учение о понятии опять толстенький. А вот учение о сущности, вот самый маленький, самый простой и самый, пожалуй, трудный. Материал содержит для понимания. Почему? Можете ответить на вопрос, почему так это сложно? Никто не может? Ну вы уже изучали. Сущность это то, что внутри. Внутри? Где внутри? Нет, не внутри. Ну потому что это нематериальное уже. Как это нематериальное? Духовное, да? Всем я вас и поздравляю. Слава тебе, Господи. Пришли к духовному. Ну понятно, ничего не делается без воли Божьей. А с Божьей помощью мы учения о сущности освоим. Так вот, самое краткое определение сущности никто не может сказать. Это истина материи. А? Это истина материи, по первому абзацу. Ну вот мы рассматривали, рассматривали, рассматривали. Мы же должны как приходить к сущности? Истина бытия. Мы же от бытия идем, правильно? Да, истина бытия. Мы же не так, что вот закончили бытие, все с ним закончено, расстались, до свидания, и вот будем сейчас сущность. Нет. Сущность откуда вы возникает? Из бытия. Из бытия. Да. Я неправильно сказал. Из бытия она возникает. Вот мы, чем заканчивается это учение о бытии? Как мы до жизни дошли до такой, что перешли к сущности? Чем заканчивается это? Истина бесконечна. Всего там, всего три куска, три части учения о бытии. Вот теперь это хорошо, когда вы изучали, теперь можно сворачивать. Учение. Мера. Сначала какое? Качество, потом количество и мера. И все, всего-то качество, количество, мера. И вы закончили это учение о бытии. А мера? А мера, когда мы рассматриваем узловую линию отношения меры, то мы тогда, нам сначала кажется, что количество, и так оно и определяется, это такая определённость, которая безразлична, у которой нет границы. Что можно изменяться, а границы нет. Безразличная граница. Вот что характеризует количество. И тут вдруг, я думаю, что для вас это не новость, если количество появилось после качества, то правильно я вывод сделаю, что в количестве есть качество. А если оно и есть в количестве, значит оно себя когда-то же покажет. Оно и показывает себя тем, что вроде изменяешь, 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 потом раз, и скачок. А что такое скачок? Как определяется скачок? Нам такое понятие нужно, скажем, хотя бы для того, чтобы... Перерыв не привели трудности. Я вообще удивляюсь. Мне всегда казалось, что у Георгия берёшь гениальное какое-нибудь высказывание, обязательно переделают. Но почему непрерывности, а не перерыв постепенности? Постепенности, да. Это вот чем вам не понравилось у Георгия Вильгельма Фридриха, что перерыв постепенности? Раз, и непрерывности. А непрерывности уже понять, иди в математику. И тогда, значит, вот вы увидите, так сказать, изменение функции в зависимости от изменения аргумента. Бесконечно малому изменению аргумента соответствует тоже бесконечно малому изменению функции. А у непрерывной, а если функции не непрерывной, может быть скачок. Но это близко к этому. Это уже, конечно, картина, пример. А здесь, конечно, перерыв постепенности. И вот получается так, что скачок – новое качество. И это качество сохраняется дальше. Изменяем, изменяем, изменяем. А качество сохраняется. А количественные изменения идут. Потом новый скачок. Но в Гегле и Гегле не написано, что их бесконечно много скачков. Просто сам факт берется, что вот когда речь идет о каком-то целом, о каком-то бытии, то оно вот может таким образом изменяться. И тогда мы усматриваем вот такую узловую линию отношений и меры. И это кончается этим, учение о бытии. И тогда кончается тем, что есть то, что проходит через все эти скачки. А это что такое тогда? Вот у нас одно качество, второе качество, третье качество. А при этом, что это всё единое, всё это продолжается. Вот это продолжающееся через все эти скачки – это что? А это значит уже не бытие, потому что оно не на поверхности. Это вот вы хотели сказать с самого начала, насчёт внутреннего. Но тут ещё нет такой категории, это дальше будет. А здесь надо обойтись теми категории, которые есть. Ясно, что раз оно не налицо, не налицо, а раз оно не налицо, и не выступает как бытие, а выступает как его отрицание. Ну так вот и происходит отрицание бытия. То есть мы ничего не должны тут выдумывать. Отрицание бытия есть скучность. Но какое отрицание? Никакого другого отрицания в диалектике, кроме снятия, нет. Правильно? То есть происходит снятие бытия бытия, и снимает себя. И вот это снятое бытие как называется? Сущность. Ну что вы тут? Вообще в чём сложность? В чём сложность? Сущность – это снятое бытие. Если вы сначала будете определять, то оно откуда-то выскочить должно. Или из памяти, или запомнить, или задолбить, или, так сказать, повесить около там, когда выходишь на улицу, чтобы не забыть там ключи, очки, то всё, и не забыть, что сущность – это снятое бытие. Можно это запомнить. Но если не забывать, что в диалектике всё выводится, а не придумывается. И вот нам иногда люди, которые не занимаются диалектиками, говорят, не надо быть догматиками. Ну, конечно, не надо, потому что в диалектике всё выводится, а вы вот догматически что-то запоминаете. А почему тогда вы так твёрдо держите? Потому что догматик, он сегодня держался, держался, потом плюнул и взял другое, и теперь за другое держится. Правильно? А тот, кто выводит, он не может просто… Как он может бросить? Он знает, что это истина. Что сущность – это истина бытия. Ну, как оно истина бытия? Потому что мы же знаем, что сущность – это снятое бытие. То есть, что значит снятое? Это отрицание с удержанием. Я вот теперь сюда аккуратно выговариваю, потому что я обнаружил, что потом, когда начинают люди писать или расшифровывать, и вроде я стараюсь так выговорить, отрицание с удержанием. Пишут отрицание с одержанием. Потому что отрицание с одержанием – это бессодержательное. И я потом читаю это всё, думаю, что я такое наговорил-то? Поэтому ещё раз подчёркиваю, отрицание с удержанием. А что удерживается? А всё, что вот вы до этого изучали, это входит в содержание сущности? Входит в сущность. Это не то, что… Бросьте и займитесь сущностью. Нет. Ну, продолжаем этот рассказ. Эту сказку. То, с чего мы начали. Что такое начало? Не разветриваться. Я вот к вам обращаюсь, а вы молчите. А все остальные, к кому я не обращаюсь, говорят. Это они что этим хотят сказать? Какие вы невежливые. Человек подумать хочет, а вы сразу просто показать. Так, не развитый результат, а результат. Что такое? Нет. Ну, ладно. Давайте, говорите. Начало. Развернутое начало. Очень просто. Ну, в данном случае ещё результат не последний, правда? Но мы уже… Это результат дальнейшего нашего рассмотрения. Мы же идём сначала, как начали с чистого бытия, так и идём. Чистое начало, чистое бытие было началом науки и логики. И вот оно развивается. То есть, вот скажем, чтобы рассказать, что такое сущность. Будете слушать, что такое сущность? Будем. Ну, хорошо. Берём чистое бытие. И считайте, что мы должны всё это вот, всё, что мы с вами изучали, дойти до этого места сказать. И вот, наконец, мы имеем отрицание бытия. И это надо запомнить, что форма сущности такова. Это отрицание бытия. Ну, понятно, что всё содержание. Если я вас отталкиваю, значит, я к вам притягиваюсь. Правильно? Так, вот если я его отталкиваю, значит, я к нему присоединяюсь. И никак не может быть. И тогда, так сказать, вот содержание его входит в то, что я делаю, обязательно. То есть, если я его вообще знать не знаю и не касаюсь, это ещё куда не шло. Можно изолироваться. А как я могу изолироваться, если его отталкиваю? И у Гегеля не случайно говорят, что для того, чтобы нарушителя спокойствия выкинуть из храма, его приходится обнимать. Он всё время это подчёркивает. Или как мы говорим, борьба, противоположность. А как может быть борьба? Вот два борца выходят. Пока они не обнялись, нет никакой борьбы. Только борьба начинается после объятий. Особенно это видно на борцах классического стиля, да, греко-римская борьба. Вот обязательно они должны обняться. И тогда только борьба. Ну, а если это борцы без правил, всё равно, пока первый раз кто-то кому-то по носу или по голове не стухнет, то есть, пока не соединится с ним, нет никакой борьбы. А если будут просто говорить, ты плохой, а ты сам плохой, ну, и какая-то борьба. Это, так сказать, словесные баталии пустые. Вот это надо крепко запомнить, что такое сущность. Сущность, следовательно, чем является отрицанием бытия. А что это означает? Означает, только вам хочется рассмотреть что-нибудь в сущности, вот в этой тоникой книжечке, как вы вспоминаете, что сущность – это отрицание бытия. И всё, что вы там находите, вот в этом маленьком томике, это не сущность. Ну, когда находите, это вы любите какой-то бытия, да? Ну, вот это не то. Это не сущность. А как тогда сущность? А то, что вы находите, возьмите с отрицанием. Вот отрицание того, что нашли – это сущность. А вот то, что вы взяли – это не сущность. Ну, это вы хотите, я сразу вам большой пример приведу. Вот человек – это что такое? Вот вы знаете, кто такой человек? Скажите, пожалуйста. Вы уже закончили половину и сдали зачёт. Человек – это кто? Да, вы. Ну, я вам, вот, вас все сейчас, весь мир смотрит. Вы должны прославиться. Вы знаете, кто такой человек. Давайте. Не хотите прославиться? Отрицание своих родителей. Значит, вот она прославилась, как самый скромный у нас человек. Так, человек – это кто? Вы хотите прославить? Отрицание чего? Своих родителей, например. Да, ну это ваши родители послушают. Не ходите к ним за помощью больше. Он есть. Человек – это животное, мышлость, трудящая, трудящая, трудящая. Да, он тех, 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 так же. Общественное. Животное, мышлость, трудящая, 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 трудящая. Ну, как это по порядку? Ну, нельзя поставить или вот обязательно вот так перемешать? Давайте я попробую. Вот, давайте вот. Это общественное животное, трудящиеся, говорящие и разумное. Да, ну, хорошо. Вот видите, вы же, вот, вы собирались на себя такая вот, когда уже на вас все взоры обратили, тогда вы все и сказали. Так? Ну, а если я спрошу о сущность человека? В чем? Вы же не скажете, сущность человека в том, что он животное. Не скажете? Нет. А в чем сущность человека? А, это другой вопрос. Не подсказывайте. Он, проректор, хочет прославиться. Он был непрятан. Сущность в общественных отношениях. А он потому что подслушивает, слушает, если много потоков слушать будешь, точно выучишь все. Так что? Сущность в общественных отношениях у человека. Значит, сущность человека не в том, что он животное, а в общественных отношениях. Общественная сущность у человека. Но это, вы понимаете, что общественные отношения и животное, это одно отрицает другое. Ну, согласны, что сущность, что общественные отношения, это не животное. Не животное. Это отрицание этого. То есть, это отрицание этого определения. То есть, это вот бытие человека. А сущность человека в общественных отношениях. Поэтому, вот как животные, мы все смертные. А как слушатели Красного университета, все бессмертные. Вот вас потом через год, товарищ. Он сейчас берет какие-нибудь 20-летние, давности, записи. Сегодня меня показывал, молодого. Значит, и все, пожалуйста. Вы будете всегда молодая и красивая. И знаете, что такое человек. Красивая, да? Это благодаря, так сказать, общественным отношениям. А что касается, сами понимаете. Вот, как начинается уже где-то за 50-60, говорят. Вот мы вас поздравляем. Чего вы поздравляете? Надо сожалеть уже, сожаление выражать уже, что жестоко лет. Чего тут поздравлять-то? На что намекаете вообще? Зима, скоро уже. А почему Ленин вечно живой? Потому что вот эти идеи, которые у него есть, они навечно останутся сокровищницей научного и культурного богатства человечества. Правильно? Или, вот, а вы даже точно не знаете, я точно не знаю, что-то Ленин, чем питался. Говорят, иногда Крупская ему яичницу жарила. Ну, больше, вот я никаких подробностей. Я воспоминания о Ленине читал, но нет вот такой вот подробностей. Что, ел? Нет такого? Да нет, вот так. Как-то на это не акцентировано. Он там, в основном, чернильницу съедал. А? Чередал чернильницу с молоком. Нет, с молоком. Ну, это другое дело. Она была сделана из хлеба. Она из хлеба молоком писали. То есть люди думали, что они там занимаются конспирацией, они просто их записывают. Питались хорошо. Значит, вот мы должны настроиться поэтому на понимание выучения о сущности, что здесь все, что здесь выскакивает как бытие, должно быть взято с отрицанием бытия. Первое, что выскакивает, это вот появилось. Ну, вот мы перешли уже к сущности, да? Вот сняли бытие. Значит, то, к чему мы перешли, это сущность. То есть отрицание бытия – это сущность. Берем эту сущность, а как же вы ее берете? Это же не сущность, если вы ее берете. Как вы можете брать то, что является бытием? Значит, то, что вы получили – не сущность. И вот у вас получилась сущность, вы только что ее взяли. Вы начали ее рассматривать – это не сущность. И тогда у вас вторая категория – не сущность. У вас сущность и не сущность, и что? И вы ушли из сферы наличного бытия, или вы теперь в сфере бытия, у вас опять сущность и не сущность? Две категории. И обе, они вас возвращают, прямо как я говорю, возвращают вас опять в сферу бытия. Но сущность – это не просто бытие, а снятое бытие. А раз снятое бытие, надо его отрицать. И брать не просто другое бытие, как не сущность, а брать отрицание вот этого бытия. Вот отрицание того бытия, которое выступает как сущность, или, вернее, отрицание той сущности, которая выступает как бытия, и которая на поверку оказалась не сущностью. Надо это отрицать, и вот это отрицание будет уже сущность. А в чем состоит эта операция отрицания? Это называется кажимость, видимость. Вот если вам кажется, что вы уже поняли эту всю сущность, то это кажимость, видимость. А кажимость и видимость, дальше Гегель объясняет, что с одной стороны это кажимость, это отрицание того, что вы поняли, да? Что-то вам только кажется так. А с другой стороны, если кажимость сущность, это сущность как кажимость. Ну, это сущность уже, но как кажимость. То есть не как бытие, а как кажимость. То есть взятое с отрицанием. И так все время. А как здесь может получиться, поскольку сущность имеет, можно сделать такую вот отрицательную природу. Она не в виде бытия должна рассматриваться, а в виде отрицания. Так вот, а какое может быть бытие в сфере сущности? Как равное самому себе отрицание. Вот отрицание, когда оно равно самому себе, оно поступает как некое бытие. Ну, а если оно равно самому себе как отрицание, так оно же отрицание при этом. Поэтому вот это бытие, которое по существу получается из отрицания сущности, всплывающее вот это бытие, должно тут же и отрицаться. Всякое бытие, которое вы находите в сфере сущности изначально, вы должны отрицать. И что у вас получается? Бесконечное отрицание. Бесконечное отрицание. Все, что вы здесь получите в этой сфере изначально, через отрицание бытия, все это надо брать с отрицанием. Вот выскочит какая-то категория, если она у вас как бытие, значит надо взять отрицание этого. И вот это движение к отрицанию, к отрицанию это и есть сущность. Вас это сильно удивляет? Вам, наверное, и раньше говорили, что надо не просто смотреть, какое у него лицо, а душа какая у него. А душа, да, то же самое, что лицо или отрицание лица? Отрицание, наверное. А? Отрицание. Отрицание. Как это вот в песне в одной пел студенческой, шрам на роже, шрам на роже, для мужчин всего дороже. Надо не на шрам смотреть, а душа какая у человека. Ну так ведь? А душа это же не поверхность, правильно? То есть сущность это отрицание непосредственного. Поэтому если вы имеете дело с непосредственным, найдете его отрицание, это будет вот движение к сущности. И какое это получается. А то, что вы нашли, в результате отрицания, только хочется его рассмотреть поближе, да? Уже душу, берем душу. Здравствуйте. Берем душу и начинаем рассматривать. Как только мы начинаем ее рассматривать, она превращается во что? В бытие. Опять ее отрицаем. И начинаем рассматривать ее отрицание. А это отрицание, когда мы его берем для рассмотрения, оно опять превращается в бытие. Что тогда? Вывод какой? Вывод такой, что надо брать бесконечное отрицание бытия. Бесконечное. Всякое бытие отрицается. И вот это бесконечное отрицание, или отражение, отражаем мы его все время. Берем его с отрицанием. Это называется рефлексия. И вот первая категория непонятная, с которой вы столкнетесь. Потому что когда существенно, несущественно, это понятно. Потому что вы опять вернулись в сферу наличного бытия. А первая непонятная категория, то есть категория самой сущности, это рефлексия. И в самом начале, вот через это трудно пройти, как сегодня через Ленинград. Для того, чтобы перебраться, куда-то добраться, надо, значит, через всякие снежные сугробы. Они еще вдобавок уже текучие стали. Теперь уже так не поливают, как раньше, солью, чтобы все было как вода. А теперь оно все как песок. Снег превращается в песок белый, и вот, так сказать, в нем в этом купаются. И вот мы через это должны добираться. Все берется как текучее такое состояние, как рефлексия. Рефлексия – это бесконечное отрицание. Ну вот, как же так, как же это уловить-то, сущность? А потому что, вот если, я скажу, что вот ваша сущность в том, что вы слушатель Красного университета. Это будет отрицание, потому что так на вас посмотришь, не скажешь, что вы слушатель Красного университета. Может, потому что будет белого. А сущность, а он в белом, а сущность у него, что он красный. Ну, как только я взял эту вашу сущность, так, а посмотрим, насколько вы глубоко. значит как там зачет есть за первый семестр есть и еще и проверить уже сразу с отрицанием но если даже есть так это же вот бытие стечет а надо взять живет с отрицанием и опять поехали то есть вы можете остановиться в углу эти вот я хочу познать вашу сущность я могу все я познал это правильно будет вы скажете вы что у меня сущность бесконечно это правильно как можно вообще понять сущность до конца можно такую задачу поставить под понять сущность до конца кого-нибудь задачу поставить можно понять можно задачу и решать можно а мы решаем ее мы познаем бесконечно вашу сущность не волнуйтесь для вашей бесконечной сущности наша бесконечная жажда познания вашей сущности вполне сгодится и все и все в соответствии правильно и вот считайте что мы вот самый такой тяжелый кусок с вами рассмотрели изучение сущности а потом а раз надо все брать с отрицанием поэтому на закуску получается уже хорошие красивые результаты следовательно если вы рассматриваете тождества тождества это уже называется рефлективное определение вот тот кто понял как получить что такое определенность вот и здесь будет чувствовать себя довольно спокойно обучение сущности определенность это что они тоже сказать учения в бытии вот вы все я подсказывайте мне в нужный момент молчите не бытие взятое в бытие так принято так но это вы сразу короче сейчас же молодежь короче давай отрицание 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 какое там отрицание кто чего у кого отрезает все отрицание так надо чтобы получилось что-нибудь определенное брать бытие и отрицать а если у вас перевернута картин в учении отсущен вас нету тут бытие я вас что вас отрицание вас снятое бытие если снятые бытие, так отрицание его что может быть? Только бытие. Согласны? Отрицанием отрицания является бытие. И вот тогда вот вы приходите уже к видам всяких рефлективных определений. Вот первое. Первый вид – это тождество. Но тождество вы где его подобрали? В учении о бытии, в учении о сущности. Раз вы его подобрали в учении о сущности, то вот это вот тождество, которым нашли. Это что такое? Тождество есть единство, тождество и не тождество. Правильно? С отрицанием. А если вы взяли без отрицания, тождество просто как равное самому себе, но это может в арифметике, в математике удовлетворить. И долго люди этим удовлетворялись, до сего времени удовлетворяются. Хотя, в общем-то, простое, так сказать, обдумывание этого вопроса позволяет решить. Никогда вы две, если вы будете что-то такое умное говорить, что ёлка – это ёлка, то это как называется? Трактология. Повторение одного и того же. С чего вы заладили? Вот сейчас вы пришли, вы держите, я вам говорю, так, запишите, бытие – это бытие. Ну, у вас же нету звания этого профессора, у меня есть. Вот я такую глупость могу поэтому излагать с умным видом. Давайте, да, иное, иное, иное есть иное. Это вы далеко пошли. А вот иное – это иное. И всё. Забудьте. Это можно. Запомните. Это легко. И так далее. А что сейчас люди думают про тождество? Тождество. Основная масса человечества. За исключением тех, кто занимается в Красном университете и ещё некоторых небольшого количества, думают, что тождество – это тождество. И всё. А тождество – это тождество с различием. С отрицанием. Это тождество всегда различное. Вот мы с Валерием Александровичем тождественны или нет? Мы же люди. Он человек, и я человек. Если вы скажете, что мы не люди, но мы же люди. Как люди? Мы тождественны? Люди, да. А есть такие два человека, которые только тождественны? Нет. Нет. А если я хочу найти тождественную, то я, я, я. И я-то, я, вот я только сказал эти слова, а уже через пять минут я уже другой я, и ещё через пять минут я третий я. И возраст сразу повышается. За час повышается на час. Но мы считаем, что у нас, если вот человек прозанимался час в Красном университете, у него время жизни, так сказать, засчитывается полчаса. Как полчаса идёт. Так что это не выкинутое время в другую сторону. То есть, вот те, которые не занимаются, они вот в пенсии на пять лет прибавили, а у нас только на два с половиной. Потому что увеличился жизнь. Поэтому тождество, вот люди, люди равные могут быть, только как разные. И вот когда это, значит, при дворе Лебнис когда это объяснял, Гегель это приводит, этот пример, что вот пошли придворные дамы это проверять. И листочки все стали смотреть на дереве, не нашли ни одного, ни двух листочков абсолютно одинаковых. Вот это лист клёна, и этот лист клёна, они разве что не различаются. Нету таких тождественных. Ну, например, самое простое тождество, которое вам приходит, это арифметическое тождество. Пять равно пять. Ну, во-первых, если я сказал пять равно пять, обратите внимание, что я про первые пять сказал раньше, потом сказал равно, а потом сказал пять. Вот первое пять было до равно, а второе пять после равно. Так? Время, которое я затратил на то, что сказать пять одно и пять другое, разное. И голос у меня не одинаково звучал. Ну, хорошо, напишем на бумаге, чтобы этого не было. Пять, две палочки, равно пяти. Вы кто не видит, что это слева пять, а это справа? Вы чего? Вы ничего не понимаете, что это слева, это справа? Что значит они тождественные? Ну, слева и справа. Хорошо, у нас сейчас есть GPS и другие формы. А координаты, пожалуйста, дайте вот этой пятерочке, вот этой пятерочке. Разные же координаты. Сейчас уже пристреливают, там спутники летают, чтобы точно попасть. Высокоточное оружие, а вы тут, в крайней мере, думаете, что они не разберутся, где какая пятерка. Это пятерка вот эта, это пятерка вот эта. И потом, как бы вы ни рисовали, если вы будете доказывать, что они вот все правильно нарисовано, вот прям точно, ну давайте на молекулярный уровень перейдем. А там же вы знаете, что с молекулами, там уж никак они точно не совпадут. Ну, никак они не совпадут. И это к чему относится? Ко всему. Ко всему. Вот вы самому себе равны? Седа и нет. Вы с собой. Что значит, да и нет? Вот это плохой ответ. Плохой ответ. Надо два раза задавать вопрос. Плохой ответ. Вы даже не знаете, кто вы, и какой-то колеблющийся элемент. Я и да, и нет. Хорошо, вы хороший человек? Ну, скажите я, и да, и нет. Ну, говорите, говорите, продолжайте. А если я скажу, а вы подлески? И да, и нет. Что вы такое придумали? Сразу, это же не значит, если вы изучаете диалектику, вовсе не значит, что вы не должны делать категорических каких-то заявлений. Категорически? Да. Ну, так что это? Имеется в виду, что если вы имеете в виду мои отрицательные качества, так я с ними борюсь. А вы, я чувствую, не боретесь со своими отрицательными качествами. Вы мне спросили, равен или не равен. А? Вы меня спросили, равен или не равен. Ну, а что тогда вы холебитесь? Я, например, равен самому себе, а вы и не знаю кто. А если еще раз спросить? Вот, товарищ, возможно, не равен самому себе, вычеркните его из этого, из зачетника. Если вы холеблетесь, тем более у нас, вот у нас тут проректор сидит. Вы что тут всерьез такие вещи говорите публично? Равен. Это на самом деле надо ведь. Диалекте почему учить? Не надо смешивать противоположности. Надо брать их как противоположности. Вы равны самому себе. Это первая мысль. Вы не равны самому себе. Это вторая мысль. И они дальше еще над эти мысли, брать в единстве. Вот если вы хороший человек, ну так я вас спрашиваю, вы хороший человек? А вы скажете, и да, и нет. Ну что это такое? Я хороший. А почему вы хороший? А потому что у меня есть недостатки, но они не составляют моего существа. Вы к сущности пойдете. А это вот уже не... Это отрицание моей сущности. А у вас, то есть на меня напалит, а у вас они вражения вашей сущности. И тогда, чтобы я такие вопросы не задавал. Огрызаться надо. Для этого учим мы диалектику, чтобы вы твердо стояли на ногах, а вы, как колеблющиеся ветру, и меня и вправо, и влево качает. И я и есть, и я и нет, и я неизвестно кто. Так что, тождество всегда, и вот это вы прочтете, и это вы должны запомнить, тождество взят, тождество не тождественного, тождество различного. Мы разные люди, мы тождественные как люди, но люди-то все разные. И тождество, любое тождество, и всегда, и не так, как вы сказали, и так, и так, всегда, тождество всегда, тождество различного. А различия тогда, а раз так, мы тогда вот переходим ко второму, а не так, как вы сразу в кучу. Различия. А различия чего? Мы с вами различные люди, а как люди, мы раздействованы. Мы с вами различные люди, или вы не люди? Различные. Люди. Люди. Вам только, вам можно сказать, что вы различные, а то, что люди, ну, вы можете себя человеком и не считать. Меня-то что, уважите? Если вам на себя, как говорится, хочется взять такой тяжкий груз, то есть, значит, различия всегда по отношению к тому тождественного берётся. И никак иначе. И вот это мы должны запомнить навсегда. Это в этом диалекте состоит. Диалектика тождества и различия. Тождество различного, а различие – это различие тождественное. Знаете, как вот муж и женой разводится, говорит, мы разные люди. А что вы до этого думали, что вы одинаковые до развода? Интересно. Новость какая. Мы разные люди. А в чём разница? Там есть понятие разное, различное. Когда я не хочу говорить, чем мы отличаемся от вас. Вот я могу сказать, вы сейчас в очках, а я не в очках. Но я ходил в очках долго, почти всю жизнь. Но я не хочу этих подробностей говорить. Мы с вами разные люди, и всё. Разные. И сразу оборвал. Это же хорошо. И всё. А если различные, а если мы различные люди, ну да-да, Нас различие мы сейчас будем перебирать. Много-много. Начнём с рубашки. Она у вас цвета не такого, как у меня. Вы, наверное, более красные, чем я, а я более белый. Судя по рубашке. И так далее. И начнём перебирать, и будем видеть много различий. И это, вот мы, когда получается и торжество, и торжество различного, различие торжественного, значит, что у нас получается? Единство торжества и не торжества. Единство торжества и различного. Что они не так разошлись, эти категории, что это вообще разные полярные категории, никак между собой не связаны. А это накрепко, намертво связанная категория торжества и различия. Одно без другого не существует. И если вы возьмёте торжество и различия каких-нибудь двух сторон, одного, две стороны одного, то тут есть и единство, и различие обязательно. И то, и другое. Две стороны находятся в единстве, и различиях. И тогда это противоположность. Чтобы это было противоположностью, надо, чтобы было единство. Потому что, если единства нет, никакой противоположности нет. Нету противоположности. Вот мы с вами можем поругаться, только если вместе сидим. А если вы на Луне, я на Марксе, и у нас никаких средств связей, мы никак не можем с вами поспорить. Не может быть другого. То есть единство противоположности. Единство противоположных сторон. Вот так выглядит противоречие. Тождество, различие, потом противоречие. Мы к категории противоречия подходим. Главные категории. Если мы изучение о сущности, поймем, что такое противоречие, не так и мало будет. Правильно? А противоречие сначала представляется вот таким образом, что вот есть две стороны противоположные. Их, а они находятся в единстве. Но если они находятся в единстве, то значит, в одной стороне есть и другая сторона. Правильно? Раз они в единстве. Значит, не можете, вы рассматриваете изолированную вот в одну сторону. А в той противоположной стороне есть и эта сторона. Значит, каждая сторона тоже противоречие, тоже противоположность. Поэтому у вас, если вы взяли противоположность, скажем, тождество и не тождество, тождество и различие, то у вас единство, не просто единство противоположных сторон, а поскольку каждая сторона сама есть противоположность, у вас единство противоположностей. А единство противоположностей как называется? Противоречия. С чем я вас поздравляю. Если бы мы с вами больше ничего не изучили в курсе диалектики, а пришли и поняли, что такое противоречие, да было не так и мало. Некоторые люди о чем только не говорят. Диалектики и слова противоречия вообще не употребляют, потому что и не знают, что это такое. А все противоречиво, все. Кто-нибудь может привести пример? Ставим сразу за счет за весь курс и диплом выдаем, если кто приведет пример чего-нибудь не противоречивого. Как вы? Пойдем навстречу? Пойдем. Но к нам никто навстречу не идет. Какая хитрость? А? Какая хитрость, говорю. Это хвалство. А как могут быть противоречия единые? Значит, одна сторона, они друг друга исключают. Какое соотношение? Какая тут рефлексия? Рефлексия – это бесконечные движения отрицательные, которые мы рассматривали в самом начале. Исключающие рефлексии для противоречия, характерные исключающие. Если у нас с вами противоречия, то я вас исключаю. А вы что делаете? Ну, соответственно, исключать. Ну, что тоже? Ну, скажите, что? Я исключаю. А что, так и сказали бы. А то вы как-то так робко. Надо исключать. Если уж я вас исключаю, так вот и исключаю. А вы исключаете, что я вас исключу, а вы даже не устарегнетесь. Так исключайте тогда уж как следует. А если одно другое исключает, то и противоречие тоже. Включается. Да. Оно оседает. Идёт ко дну. Гет по-немецки – Гет сугрунды. Утонуло. И чего? И вот то, во что оно утонуло, называется основанием. А основание, оно же не может утонуть в нуль, правда? Угу. Вы слово «основание» видели, нет? Слышали такое слово «основание»? А бывает основание безоснованного. Бывает в учении о сущности что-нибудь непарное. Вот непарное может быть такое, чтобы было… Да это же сущность отрицательная. Поэтому, если вы берёте это основание, то оно у вас выступает как бытие. Значит, надо взять и отрицание. А что является отрицанием основания? Вершины. Да не вершины, а основанные. Так вы много знаете, ужасно, высоко поднимаетесь. Я-то взлетел всего вот на столько, а вы улетели вообще на небо. Основание – основанное. Ну, это же хорошо. Основание – основанное. У вас основательное знание? А на чём они основаны? На незнании. Да. То есть, знание основанное, но незнание не основательное. Но основа у них есть. Какая? Незнание. Так. Основание и основанное – это очень важно. А раз есть основание и основанное, то вот мы основание уже тут чувствуем довольно прочное. Это же отрицательная такая вещь. Это отрицание противоречия. А тогда, получается, вот основанное уже опять это бытие. И оно уже не колышется, как вот прежнее вот у нас. Это вот кажимость, видимость и так далее. Оно уже основанное. Оно такое прочное. И как его, как Юрий называет? Вот там надо усматривать такие вещи диалектические, которые при первых пятнадцати чтениях не замечаются. Пятнадцати? Пятнадцати первых. Это по методу Илона Давыдова, когда ночью слушаешь, как кто-то читает. Типа усваиваешь. Это не в счёт. Не, ну что такое пятнадцать раз прочитать за всю жизнь. Это за ерунда. У нас столько прерывало. Это вам. Так это у вас... Это каждый раз? Ну как? Вы каждый день пьёте воду. Вы лучше посчитайте, сколько стаканов воды вы выпили. А диалектика – это же глоток доскочистенный. И что вам пятнадцать раз глотнуть? Ох, проблему нашли. В магазин чаще ходите, чем читаете наукулы. Все этого великого в том, что вы ходите в магазин. Ну что такого, нашли в этом магазине. Идите в магазин, вот мы вам вообще выдаём тут наукуловики. Ну, в ухинистическое надо идти, да? Ну, в ухинистическое, или попросите проректора, у нас из запасов дадим тем, кто успешно занимается наукуловики. Короче говоря, это у Гегеля называется так. Соскучtered, и вот мы встречаем восстановленное через сущность бытие. Вы не соскучились по этой бытию? Соскучались. А вот восстановленное через сущность бытие, знаете, как называется? Существование. Вот. А когда вы до этого говорили, мы вас преследовали просто за это слово. Вот когда вы на учении скажете – это вот существует, не надо, вы же не знаете, что такое существование, а что вы говорите. А вот сейчас, вот теперь вы знаете, что это такое, восстановленное через сущность бытия. Что такое существование? Это бытие с основанием, а это вот основание тоже надо пару ему брать ещё, и не только в эту сторону, но и в ту тоже отрицательно, да. А ему какое-то, оно тоже в чём-то ведь основано, это основание. Не может быть основания безосновательным, если это основание. Но вот любой фундамент всё равно на земле стоит. То есть мало того, что у вас фундамент есть, а земля что-то не основание, а на основании для фундамента. А на основании для фундамента, это что такое? Это условия. Какие условия? Что является условием успешных занятий вот здесь, в Красной Университете? Читать. Что? Внимательно. Чтение. Да ладно, здесь условием успешных занятий является наличие вот этой аудитории. Одним, одним из условий. Не одним, а главным. Главным. Профессоров мы найдём. Вы нашли помещение? Найдите помещение, тогда будете говорить, что главное. Профессоров у нас... До цента. А вот для того, чтобы весь мир вот это всё услышал и увидел. Какое условие? Вы же записываете, вот, Диана Романова записываете, чтобы, так сказать, люди глянули, налили на РУ и там... И вот рабочий, ты его записываете. Сергей Викторович, он слушатель, он, как он, стрелок, тут же он действующий игрок в команде. Сам же он слушатель, он тоже хочет получить... Думает, что ему за запись поставят зачёт. Не поставят за запись. Всё равно придётся создавать. Экзамен. Вот, но... А сейчас выключат электричество, и что дальше? Ну, я-то могу и без электричества говорить. И вы можете запоминать без электричества. У меня такая история была в Академии гуманитарного образования, там был деканом факультета профпереподготовки. А это было на Казанского 7, такой красивый там дворец просто. Всё, такие залы прекрасные. Но электричество, раз и выключится, всё. Я всегда слушателю успокаиваю. Я говорю, проверяют, можете ли вы воспринимать на слух. А может ли преподаватель преподавать без бумажки? И так, заходит ректор, у нас идёт лекция, это всё хорошо, в темноте. А что вы тут делаете? Как ещё лекция у нас? Так света же нет. А нам света-то, ну у нас свет знания. Что нам свет этот? А здесь? Это вот мы вот этим кругом только увидим. А у нас слушатели в Красном Университете сотни людей. И, так сказать, в самых разных уголках нашей Земли. Если у шара есть уголки, то в этих уголках вот. Ну отрицание шара же, это уголки, правильно? Он же такой шар, как вы понимаете, там же и горы, и долины, и ущелья, и так далее. И вот там, даёшь до ущелья, а там сидит наш слушатель, и он уже это всё, он раз-раз и смотрит и ловит. Что тут всё говорят, да. Поэтому вы вот прославились сегодня, вы же всё, вас все знают. Во всех уголках. Во всех уголках нашей Земли. Можно не своим уголкам ходить, если вы не уходите? То есть, если раньше я говорил, вы это слово не употребляйте, потому что вы не знаете, что это такое. Сейчас употребляйте, пожалуйста, существует. То есть оно не только есть, оно есть с основанием и с необходимыми условиями. А воздух вам не нужен для занятий? Так, вы можете как-нибудь воздух убрать на время? Товарищи не верят. Тут оборудование есть для этого? Попросите в следующий раз сделать такой эксперимент. Ну, минуты на три. Ну, как бы, чтобы не повредить. Ну, правда, там опасность сечества убрать-то мы сможем, а как вот снова подключить? Вот проблема. Но это же условие занятия или нет? Звук распространяться не будет. Да. Так, а как с отоплением? С отоплением. Ну, если бы мы все это выключили, мы бы, конечно, в валенках тут и в тулупах спокойно бы занимались. Ничего страшного. Но это надо специально прийти туда в соответствующую одежду. Тогда валенки будут условиями просто. Да, валенки будут условиями, да. Конечно, ничего такого страшного. Или особая холодоустойчивость. Придет, там вот эти люди будут смотреть, там Австралийцы будут хорошо смотреть, как русские заниматели тут сидят в шапках-ушанках. И они поймут, что их победить нельзя. Николай Алексеевич, на прошлое собрание в Сауле, товарищи с Египтом к нам подъехали. Да, да, да. Вот так. Зимой как раз. У нас такие тренировки все время проходят для членов партии. Поэтому не запугаешься. Каждую последнюю субботу месяца. Что непонятного в том, что существование, это бытие с основаниями и условиями. Ну, что тут непонятного? Ну, просто же это и понятно. Ну, правильно? Ну, не сложнее, чем у вас. То, как вы рассказали, все уже сказал. А то скажете, а что же это за такое преподаватели, которые не могут какую-то такую ерунду рассказать простую? Просто волновался. Значит, мы знаем, что такое существование. А если мы знаем, что такое существование, то все равно мы знаем, что у нас все не парное, не является конечным. Значит, если есть существование категории, значит, есть что-то, вот здесь должно соответствовать. То есть, надо вглубь пойти от существования. Если вглубь пойти, что найдем? Несуществование. А? Несуществование. Это и есть в глупи. Что это, как называется несуществование? А вот если в глупи пойдём и найдём, вы изучаете поверхность явления или что? Поверхность только жизни нашей. Поверхностный ваш взгляд, что этот Красный университет ваш даёт? Поверхностный взгляд, да? На все общественные явления. Молодцы. Глубинные. Ну как называется это глубинные знания? Как называется эта глубинная категория для выражения глубины? Не знаете? надо как-то придумать какой-нибудь бизнес такой давайте деньги и сейчас сразу соберем и тогда я скажу ну как вот еще иначе объяснить наукологии Гегеля что только не применяют бить нам запрещают ток подключают но говорят не надо этим током значит закон дорогие товарищи закон вы отличаете вот Гегель прямо говорит тут есть спокойное царство законов там в глубине а вот это уже сущность ваша которую вы только что взяли как сущность но вы же ее брали саму по себе временно а как только она взята как проявление этого закона а уже она не просто существование а что? явление ну не слышали такой категории? конечно слышали так смысл-то не в том чтобы слышать категорию а видеть связь категории наука в этом система знаний система знаний или знания приведенные в систему чтобы не получилось что у нас набор такой мешок достали там и сущность и явление и действительность и рефлексия и основания что навалили сюда ну выбирайте что кто чего и так вот что так не изучали вот в этом и сложно говорят а что так у вас долго идет эти занятия идут ну потому что мы настоящие занятия делаем разбираемся на самом деле в диалектике а некоторые люди даже и подходить к этому не могут вот сейчас я вот сообщаю что вышла книжка которая называется актуальный марксизм в издательстве Питер вчера и она уже продается в интернет-магазинах в буквоеде есть и там вот наша беседа с Климом Жуковым о врагах и друзьях диалектики вот эти самые враги диалектики они даже и на подходе к этому их тут не видно к тому чем мы с вами занимаемся они даже не понимают что такое диалектика и вот есть спокойный мир законов и являющийся мир все на объявлении все так вот колышется все бурлит да ну море себе представляете вот возьмите океан бурю что там на поверхности у корабли кидает разламывает а внизу а там рыбки плавают на дне буря нет а на дне буря нет ну на дне буря нет что там на дне буря нет ну смотря сколько километров может быть 10 километров конечно там нет бури или там есть течение подводный в одну сторону а поверхности совсем в другую сторону может быть такое может быть такое поэтому мы должны различать явление и закон что такое закон вот видите вы все знаете а прикидывались что не знаете а я знал закон поэтому я я не случайно вас спрашиваю думаю когда вы наконец скажете то что надо а вы взяли и сказали но это надо было от поверхности это долго идти ну закон же он скрыт он же не на поверхности правильно это сложный человек попался не какой-нибудь там вот вроде меня сразу выдает категорию а человек так поспрашивайся раз да два да еще поговорите может тогда и скажется да вот видите нам не дают не дают просвещать людей не дают как только увидели что он начинает истина доходить до человека сразу вот так и перерыв с этой дисциплины нас задушили это закономерно у вас или это поверхность еврей еще это и закономерность это ужас скажите какого числа проходили дебаты с Взгалином 18 января в финальном слове Взгалин сказал что нужно как-то это вместе действовать объединяться что-то там обсуждать что им без вас плохо и все в этом духе в чем беда КПСС она объединялась с ревизионистами а как же слово Ленину что нам надо объединиться чтобы потом размежеваться сначала размежеваться прямая противоположность тому что говорил Ленин для того чтобы объединиться и прежде чем объединиться нужно сначала решительно и бесповоротно размежеваться так ну как объединились большевики с меньшевиками ну наоборот размежевается вот тут недавно один у нас товарищ горячий написал что вот а вот да дело наше плохое у нас слабые организации а вот у большевиков в 1906 году было 100 тысяч человек 20 тысяч написано 100 тысяч в 6 году но мы там товарищи к товарищу сразу сказали что вы как-то так странно почитали а с чего вы взяли а он ссылку дал ну вот человек ссылку дал а сам не прочитал на что а там на четвертом съезде произошло объединение с меньшевиками но вы знаете после второго съезда были два я не особо знаю не знаете ну я знаю могу вам рассказать после второго съезда вот когда не было еще большевиков меньшевиков они объединились когда их не было после этого они разделились по какому вопросу сразу разделились не знаете по деятельности что нужно участвовать в первичной ячейке не по деятельности а кого считать по уставу кого считать членом партии и вот меньшевики считают кто кто иногда что-то делает полезное для партии вот он да не просто надо действовать надо быть в одной из организаций все могут действовать как угодно понятно что никакой революции не может быть если все как один не выступят в один прекрасный момент правильно поэтому значит такая организация в которой каждый профессор может считать себя членом партии и вот после второго съезда меньшевики не собрали съеста большевики собрались отдельно на третий съезд третий съезд был большевистским а потом вот такие были настроения как у вас давайте соединяться объединяться и объединились на четвертом съезде на четвертом съезде объединились туда значит тридцать тысяч бундовцев вошло потом значит порядка тридцати тысяч латвийских и литовских тоже социал-демократов тоже таки не очень твердых и в итоге все вместе вот все вместе собрались это составило сто тысяч и эта цифра и говорит что ВРСДРП на момент четвертого съезда было сто тысяч большевиков на этот момент было порядка двадцати пяти а в семнадцатом году их вот на февраль на февраль было двадцать семь а эти все остальные большие большое количество оно все пропало потому что ну где эти меньшевики где эта партия с кем объединяться вот они тут отдельными фигурами сейчас и присутствует продолжение меньшевиков вот они и есть а не думаете что они сейчас по территориальному признаку происходит набор у нас по Петербургу а у Нидовсом по Москве а так будут возможности части народа перелететь через одной партии в другую у нас было у народов не только из белых в красные переходили обратно из красных в белые читайте Шолохова Тихий Дон правильно где закончил Григорий Мелихов в белой армии свои переметы туда-сюда но меньшевики то пропали а когда выяснилось что только партия есть одна большевики туда Троцкий побежал он туда прибежал в августе 17-го года с межрайонцами был включен вошел не соединение было большевиков с кем-то а в большевики в большевистскую партию вливались те кто согласились с программой с уставом со всеми решениями готовы подчиняться и никакого другого подчинения не может и соединения не может быть соединение бывает на какой-то основе а не по принципу чем больше каша тем больше единства мы на какой основе складываем единство на единство на основе марксизма так или просто а кто может поговорить или вопросы задать мы используем разу демократии а кто запрещает княж вы пойдете в Латвию сидел Рубикс там 6 лет в тюрьме в тюрьме сидел я прослушал вот видите значок вот этот вот этот значок мне подарил товарищ Рубикс первый секретарь латвийской соцпартии который 6 лет просидел в тюрьме до этого он был первым секретарем латвийской компартии после этого он просидел 6 лет в тюрьме потом приехал в разлив выступал у нас на конференции и там наших товарищей наградил там Гавшин у меня Герасим чуть немножко поменьше у него значок но это значок латвийских стрелков 6 лет то же самое и в Литве первый секретарь тоже отсидел я уже не знаю сколько лет но Рубикс 6 лет всего просидел дальше выпустили а потом он стал депутатом парламента европейского но слово коммунизм там изгоняется полностью то есть это оно я говорю компартия запрещена и все недовольны демократией да что хотите создавайте кто мешает и все виноваты кто-то другой правительство не дает кто вам не дает не берете вам кто-нибудь мешает изучать диалектику ну все а вам нет ну все мы изучаем спокойно потому что кто-то чему-то вот некоторым все время что-то мешает и вот мы с вами добрались до какой категории до закона и есть спокойный мир законов и мир явлений и мы их различаем что закономерно а что случайно что только в явлении это очень важно правда очень важно это различие и мы должны ну вообще наука состоит не в том чтобы видеть что может быть и что случится а в том что закономерно правильно она проникнуть через эту самую через явление и добраться до сущности до сущности а в чем сущность выражена в законе и вот можно сказать что философия изучает законы общественного развития социальной философии правильно законы и что она их изучает и точку на этом ставит нет значит она тогда после как она их изучила эта социальная философия она эти законы начинает усматривать но если они законы если от явления мы идем к закону то закон то он же проявляется или не проявляется проявляется закон вообще тождественен явлению или нет ну если тождество тождество различного тогда ну различное конечно но тождественное что же это же явление этого закона или это другого закона если другого тогда не тождественен Это тождественное тому закону. Да. Поэтому вот та же мысль о том, что такое тождество и различие здесь. Различие, конечно, есть явление, а это закон. Это закон этого явления. А это явление этого закона. Они неразрывны. Их нельзя рассматривать. А что, на поверхности явлений незакономерного ничего увидеть нельзя? В явлении, если они тождественные, значит, что-то в явлении есть. Как называется то, глубинное, закономерное, что проявляется прямо на поверхности явлений? Действительность. Действительность. Вот, видите, учитесь вот. Это мы специально с ним тренировались? Что, в нужный момент я спрошу? Он говорит, да. На самом деле он сам самостоятельно это сделал. А так сделал красиво, как будто мы вот тренировались. Я думал, я такой умный. Оказывается, есть люди в этой самородке. Раз, и всё. Действительность. Вот этой категории не везёт. Кто употребляет её? Почти никто не употребляет. Хотя очень важно вот сказать. У нас народу очень много, а действительных людей мало. Которые отвечают сущности человека. Вот если человек... Вот если сейчас у нас народ страдает, а тот, кто страдает и плачет, это он соответствует за это сущность? Он действительно человек или нет? Если он не борется за улучшение жизни трудящихся, если он не стоит на позициях рабочего класса, он действительный человек или нет в России? Мы же не говорим о том, сколько он ест, чего, как он выглядит, что он одевает. Прошу вас. Или, скажем, кого можно стать порядочным человеком с этой точки зрения? Ну, если действительно это порядочный человек, правильно? А если человек только плачет иной? Ну, что, вот столько народа, и все плачут. Или протестуют. Это такая разновидность плача. Вот вы бы сейчас... Вот давайте будем... А давайте будем протест... Вот они не будут нам отвечать на вопросы, а мы будем протестовать. Прорывательский состав. Мы протестуем, что наши слушатели не знают таких каких-то категорий. Вместо того, чтобы лексы читать, протестовать будем. Я предусловил, а так, и сегодня я буду протестовать против того, что вы не знаете, что такое сущность. А в прошлый раз их я протестовал против того, что вы не знаете, что такое бытие. Мы продвинулись уже с вами. В наших протестах. Придумали такую глупость эти с протестными действиями. Вот я ни у Маркса, ни у Энгельса, ни у Ленина, ни у Гегеля, ни у одного умного человека такого не нашел. Это же изобрели такую вещь, такую игрушку. То есть идите протестуйте. Вам зарплату не платят? Так идите протестуйте. Нет, не то, что заберите зарплату у меня. Идите протестуйте. Вам не нравится пенсионная реформа? Протестуйте. Или не протестуйте, результат будет тот же. Нет, лучше протестуйте. Так демократичнее. Ну, правильно? То есть мы учили уже. Вы ваш протест учили? Учили? Президент учел? Он внес предложение. И они смягчили для женщин. Смягчили условия. Заранее продумали, скорее всего. Заранее продумали. Вот, заранее думают о нуждах народных. Да, ранее. Если народ будет протестовать, то еще смягчим. Еще больше будет протестовать, еще смягчим. Говорит о том, что не должны изучать диалектику. А как вы думаете? Без диалектики ничего не делается. Ну, хорошо. А вот КПРФ, как в этом свете? Они тоже сидят протестуют. Вы же должны народ организовать на борьбу за интересы трудящихся. Не, мы миллионеров выдвигаем на пост президента. А президент, пост президента, это пост чего? Высшего должностного лица в системе диктатуры буржуазии. Давайте, говорит, поставим какого-нибудь хорошего человека. Пусть хороший человек осуществляет диктатуру буржуазии. Правильно? Он же указан может издавать. Не правильно? Неплохого, а хорошего. Ну, хорошего. Ну, как? Целая партия предложила. Левые силы объединились. Давайте, говорит. И сколько было кандидатов на пост. А завтра объявят, что у нас, значит, палачи. На пост палача тоже кого-то будут выдвигать. А, говорит, он его по телевизору покажет. Вы не хотите себя сделать известным всему миру? Сейчас конкурс палачей. Ну, это почему так получается? Это, значит, говорит о том, что мы, люди, которые в этом уже разбираются, еще недостаточно, так сказать, широко подаем свой голос. Никто нам голос не закрывает, как вы понимаете. Я вообще в последнее время только и знаю, что выступают. Думаю, сейчас завтра скажут, да вы что уж все время выступаете. Ну, так вы молчите, мне приходится выступать. Такое впечатление, что у нас молодежь вообще, она не может говорить. Чего они молодые-то говорят? Выход есть. Куда выход? Так, товарищи Морозовы, покажите выход. Выход есть. Казалось. Потому что еще вы же знаете у нас, вы же знаете у нас, мы уже седьмой год ведем Красный университет, и у нас критерии такие, кто, так сказать, стоит на последовательно марксистских позициях. Много вы таких нашли? Нет. Хоть каких уже? А? Хоть чуть-чуть думать, чтобы начать люди. Ну, чтобы думали начать. Они раньше думали. Они думали. Чтобы они думали, они пиво выпьют. да поговорить. И подумают вместе. И тогда не надо собирать столько людей втроем. Так спим уже, не думаем. Ну, это явление же, а глубиня-то. Душа-то болит за Россию. Вот категория действительности очень важная. Категория действительности это вот, ну, скажем, преступники, бандиты, убийцы. Это люди? Да или нет? Да. Меня спрашиваете. И вас, конечно. Кто же еще? Это не действительные люди. Да я спрашиваю, люди или нет? А вы не на тот вопрос время отвечаете, а отмечайте на позвонок. А вы как ставить вопрос, что всегда приотвечу. А вы путаетесь в показаниях. Абсолютно нет. Я же вас спросил, это люди или нет? Вот люди сразу сказали, такие, которые не финчат. А вы как хотите выкрутиться? Так все-таки, люди или люди? Убийцы люди? Люди. Люди. Какие? Не действительно. Ну, вот красиво же так. Все понятно. Люди, но не действительные. А то вы из людей не хотите, честно. Хотим. Поэтому мы хотим их приговорить к смертной казни и расстрелять. Потому что это люди. А не относиться к ним как к животным. Ну, если собака вас укусила, вы что, расстреливать будете ее? Ну, это собака. Так и делают. Ну, иногда так делают. Отстреливают сразу. Бывает, что отстреливают, а бывает, что не отстреливают. Потому что, если моя собака вас укусила, то вот, вы не видели таких ситуаций? Ну, в новостях все время показывают. Кто будет отстреливать? Да. Милиционер не будет отстреливать сразу. Вот отстреливают хозяева собак, тех, кого укусила собака еще. Ну, хозяев тоже надо отстреливать, на самом деле. На самом деле. Вот так и бывает. Поэтому это вопрос. То есть, мы еще должны разбираться. То есть, люди, это еще недостаточно. Надо еще разбираться, какие люди соответствуют сущности человека. И не только соответствуют в общем и целом, что в глубине-то они добрые, хорошие, мудрые. Она еще, эта сущность проявляется. А если в ней проявляется звериное качество, и человек не ведет себя, как человек, ведет, как зверь. А у нас серийные убийцы, которые убили более сотни человек, расчленились, издевались и так далее, говорят, ну, они все равно уже умерли. А вот уже живой. Мы должны живое это сохранить. Можно с помощью, так сказать, наказаний ликвидировать убийство? Нет. Но ограничить можно. А вот сегодня у нас ситуация в России такая, в связи с мораторием на смертную казнь, что вот про вас не буду, про меня. Меня можно в любой момент убить. Почему? Убийца же знает, что он меня убьет, и вот они убьют за это. То есть я-то не защищен. А он защищен чем? Законом. Так ли, да? Защищен законом. Ну, не совсем защищен. То есть по закону у нас даже смертная казнь есть. Но она не применяется. Он-то, знаешь, что не примиряется. Просто с моих родственников будут по 30 тысяч долларов в месяц, так сказать, собирать из вас, со всех, чтобы они всю жизнь хорошо питались, и жили, и смотрели в интернете, что происходит. У нас, поскольку я был на кафедре философии и культурологии, этот вопрос обсуждался, так сказать, в философском ключе. Вот, скажем, Саготовский, Валерий Николаевич, заслуженный деятель науки, профессор, сказал, даже в животном мире, животные просто так вот не нападут. Если они не бешеные, не заболели. Ну, для пищи они, но, ясно Бог, морковку есть не будет. Он должен съесть или зайца, или еще кого-то. Но чтобы просто так вот нападали. Ну, это даже для животного мира. А если человек убивает другого человека, является преступником, то он сам ставит себя вне человеческого общества. Таких терпеть нельзя. Вот есть такой мультик серия Шейка. Там уточка очень сурово мстит лисе. Она ее на реку заманивает и хладнокровно ту затеряет ледяную. Подставляет уточка-убийца. Но эта уточка не является председателем Следственного комитета. А вот председатель Следственного комитета товарищ Бастрыкин уже многократно ставит вопрос о том, чтобы вернули эту смертную казнь. А тем не менее, потому что он насмотрелся, что творят у нас на Руси сейчас эти люди. Взрывают, убивают и так далее. А заведующий кафедрой у нас, значит, товарищ Уваров, он уже покойник, Михаил Семенович говорит, ну вот есть еще одна проблема, что вот, а бывают ошибки во всех вопросах, при принятии любых решений и в этом тоже, а только ошибка. Ну так как куда спешить? Вот приговорили к смертной казни и лет через 10 только приводить в исполнение. А вы 10 лет разбираетесь, ну мало 10-15 разбираетесь. Не в этом вопрос. Вопрос-то не в том, чтобы он был, так сказать, казнен, а в том, чтобы это, вот это отношение общества было тут совершенно определенным, что над всеми убийцами должен висеть этот самый крест. А то получается, что убийца вас может убить наверняка и без всякого, а у него ошибок не будет. Он безошибочно вас убьет. И ему не надо ничего выбирать. И у него средства убить сколько угодно. И что у нас и происходит систематически. Так что это вот вопрос. Есть вопрос в палаче еще. Кто палаче? Ленин как к этому относился. Он цитирует одного социалиста Поля Галлея. Говорит, пусть смертную казнь отменяют господа убийцы. У нас же наказание оно только тогда действует, когда есть нарушение. Нет убийства, нет смертной казни. Вы хотите, чтобы не было смертной казни? Надо, чтобы не было убийств. И все. Все проблема. Мы тоже к этому стремимся. Вообще мы противники насилия над людьми. Правильно? Но государство, смысл государства это насилие над насильниками. Если вы не будете оказывать насилие над насильниками, у вас насильники будут брать вверх. Они берут, да. Вы слышали последнюю законодательную инициативу, предлагают не осуждать и не сажать чиновников, которые взяли взятку по непреодолимым обстоятельствам. Непреодолимой силы. Да. Непреодолимой силы. Так хотелось взять, что это. вынужден был. Взял и это неудивительно. У нас законы. Что такое закон? Право это что такое? Вода трябчего класса взведена закон. Ну, люди, которые берут взятки и делают закон. А какие они должны сделать? Законы сделать? Инициативы. Такие, которые взяточников допускают. Есть какие-то допустимые подарки. Что это такое вообще подарки? А вот у Ленина в государстве революции вы прочитаете никаких денег на представительство. Никаких представительские расходы. Почему у нас профессорам этого Красного университета не подают лимузины? Возмузительное считаю. Я считаю тоже. Не, надо подать или нет? На бензине хотя бы экономить на ремонте, на осаде. Все все есть. То есть вот мы еще один вопрос о действительном. То есть людей много, а действительных людей мало. Левых говорят, левых. А кто действительный левый? Кто такие левые? Вот он слева от меня сидит, значит он левый, а вы правый от меня. Значит правый. Как узнать кто левый, кто правый? Какой критерий? Ну, дескать, во французском парламенте те, кто более буржуазный сидели, правее, а те, менее буржуазный сидели, Ливии. И вот такая была картина, потом Ленин собирал этот урожай перед началом империалитической войны, потому что эти все социал-демократы и левые, и правые, и левые, и правые, и центр, все они проголосовали за военные кредиты, потому что кто против голосует во время, в военное время, идет куда? В тюрьму. В тюрьму. И Карл Лепнев один пошел в тюрьму, и вся фракция большевистская там, Муранов, Бадаев, Шагов, отправились путешествовать в Сибирь, проголосовали. Причем они знали, вот они поднимают руки и поехали. А все социал-демократы, правые, и левые, и средние, они пошли в правительство. Вот это так называемое социал-демократическое правительство, шведские левые, там вот шведский капитализм, говорят, почти социализм, вот это все они. Это все они. И между прочим, они же, между прочим, так и воевали и с Гитлером, так и воевали, что вся Европа в итоге обеспечивала экономически войну против Советского Союза. И в том числе у большинства кровь на руках убитых советских людей. Ну, танки, например, танком тигр-башни делали в Чехословакии. Все это было распланировано. Тут надо вспомнить еще, на чьи деньги построены вся эта замечательная чешская промышленность. Да. Это особенно так красно. вот. Вот поэтому вопрос, этот очень важный вопрос о действительном, о том, что действительно, поэтому, что такие левые. Вот они левые себя не показали. И Ленин такую вещь говорит, вот товарищи рабочие. Был такой Жюль Гет, руководитель самой революционной части Социалистической партии Франции. Гаран назывался. А был руководитель правой части. Жеронда назывался. Так вот, Жюль Гет про него и написал так. Товарищи рабочие, учитесь на примере всей жизни Жюля Гета и за исключением его измены в 14-м году. Ну вот по-аккаутски он же был марксистом тоже. Тоже это все такой перелом был. И вот, пожалуйста. А что, у нас мало было коммунистов, что ли, записных? Записных. Которые сейчас говорят, а мы б я билет не выбросил. А мы сразу спрашиваем, а взносы у вас уплачены за три месяца? Ну это не действительно же коммунисты? Закон то не сейчас Что произошло? Какие-то события произошли. А вы-то тут говорили, ну вы коммунисты. Ваше дело какое? Если фашисты пришли, что должны сделать коммунисты? Ну с фашистами. Сойти антифашистами, создать Краснодар ничем занимались, подпольные сделать, подпольный обком, горком. Где они? Что такое? То есть так членов КПСС был, а действительных коммунистов было действительно мало. Есть и другой критерий. Какой критерий выставил Ленин для того, чтобы действительных коммунистов отличить от всех так называемых левых? Вот у нас поборник единства выступали, чтобы мы снова соединились с этой. Чем больше каша, тем больше единства. И вот какой критерий выставили? Критерий был 21 пункт приема в коммунистический интернационал. Вот кто этим пунктом не отвечает, не может быть, не может считаться коммунистом действительно. И поэтому сделали интернационал другой, второй и умер, он стал буржуазным. И первый умер, и второй. Вот третий интернационал коммунистический. Там критерий. Если диктатуру патриарства не признает, коммунистами считаются, и партия не считается коммунистической. И не может входить в коммунистический интернационал. И много вы нас левых видите, вот вы там говорите, много у нас там, много таких действительных, молодых. Чего молодых? Кому молодых? Молодых чего? Молодых чего? Они не действительные. С точки зрения того, что они не заставляют задуматься. Нет, они все-таки татарши. Да у вас те люди, которые вам зарплату не платят, нет, зарплату не платят, еще больше заставляют задуматься. И те, которые пенсионную реформу проходят. Вот я считаю, что Медведев заставил задуматься гораздо больше людей, чем все вот эти люди, которые выступают над темой. Если кто мечтал, что он загребет при капитализме хорошо, после вот этой реформы задумался очень крепко. Ну, Трудой, например, профсоюз создал. Трудой, например, который ведет канал Вестни Боле, он создал профсоюз учителей, он историк. Ну и что? Хорошо, молодец. Молодец. Ну, так они практически деятельностью занимаются. А теперь какие бывают профсоюзы? И дальше профсоюз что это делать будет профсоюз? Коллективный договор создали они хоть один? Михаил Васильевич, ну они только заваги на все. Ну вот, поэтому пока еще пока еще они развиваются в развитии они развиваются или находятся в становлении? Ну, в становлении. То есть, они еще до наличного бытия не дошли? Не дошли. А действительно? Это действительно не революционеры? Нет. Ну вот, мы сейчас дошли до какой категории-то? То есть, то, что они есть, есть. А мы сейчас говорим, по какой? Мы же до сущности добрались, так? До сущности и до... Не просто до явления. Вот если у меня такой значок, значит, я ленинец. Да? Или надо Ленина еще читать? О, это долго, это долго, надо понимать, разбираться. То есть, мы же, вот сегодня мы разбираем, что есть явление, а есть сущность. И мы проходим через это явление и добираемся до сущности. И если эта сущность, если эта сущность и в явлении присутствует, если это загономерное присутствует в явлении, тогда это мы считаем действительным. Действительных мало. Вот так. То есть, мы у нас, зачем Красный университет? Ну, как бы, людей, такое количество которых действительно, действительно, они на самом деле борцы за счастье народное, а они не люди, которые могут сказать, я за счастье народное, а вы? Я громче могу сказать, что я за счастье народное, чем вы. И все. Громче, шире, больше. Вопрос не в этом. То есть, мы подходим к очень серьезным вещам. А, поскольку у нас сегодня занятие о понятии, о вопросе, о сущности, то, вот когда мы доходим, наконец, до действительного, а действительное, начинаем тоже пару искать. Так что не может быть, действительное, оно одно и без такого, без сознания, да? Без какой-то пары, отражением, отрицанием, которое оно бы являлось. И тогда мы наблюдаем в конце учения о сущности понятие субстанции. Субстанции. Вот. И субстанция нас переводит в эту самую уже сущность, во что? Понятие. И открывается том второй, или о книге третье, учение о понятии. И если учения о сущности сложные, то, как вы понимаете, учение о понятии включает учение о сущности. Но с точки зрения понимания сложности более сложные. Но с точки зрения восприятия, я думаю, что вот более сложной такого вот раздела в науке логики как учения о сущности просто нет. Тут самое сложное. Поэтому я всех вас призываю к этому приготовиться. Поэтому, как у вас обеденный грех, сидите, читаете учения о сущности. И так изучаете первый раз, второй раз. Потому что то, что я мог сегодня рассказать, это некоторая поддержка тем, кто самостоятельно изучает. Правильно? Чтобы, так сказать, короче был бы путь к этому делу. Но поскольку у нас предполагается, что во второй части у нас могут быть вопросы, давайте я отвечу еще на вопросы, какие у нас есть. Да. Я вот по материалу сегодняшнему не очень понял момент об основанном. Вот основание, дальше отрицаемо может вот эту цепочку, можно еще раз? Если оно основание, то он же не может быть основанием, на котором еще не основывается. Может такое быть? Это понятно. Ну раз вот то, на чем оно основано, называется основанным. То есть то, что основано на этом основании, есть? Основанное. Вас удивляет, что есть фундамент здесь, этого дома? Вот если взять этот дом, то основанное что будет? Дом? Дом. А фундамент будет основанием? А, просто обратно наоборот. Потому что здесь всегда так и ходит туда и обратно. Основанное, это тоже. Это то, что стоит на основании. Естественно. А вы как понимали? Так это и в языке, в русском обычном так. Я никак не понимал. Если ваши знания основательные, то они глубокие. Это основы науки, основы. Основы, они в глубине. И вот на этих основах, некоторых основы есть, а дальше ничего нет. Вы видели такие заброшенные фундаменты? Особенно вот как только у нас началась эта перестройка, у нас таких фундаментов, на которых много-много-много должны были построить зданий, у нас так они и стоят. Вот. И на поездах можете ехать, видеть прямо там огромные основания фабрик, заводов. Уже их переделали там. Многие переделали, а многие так и не переделали. Они заросли травой, бурьяном и так далее. То есть, если на нем ничего не построено, это безразличная основа. Ну, не стало основанием. Вот, скажем, если мы получили здесь какие-то глубокие знания, они являются основанием определенной сознательной деятельности, общественной. А если они не стали основанием определенной общественной деятельности, то они, как говорится, расширили вас в кругозор. Знание – это же полезная вещь. Знание – свет. Не ученых – тьма. Учение – свет. Так. Еще какие вопросы? Ну, вот, продолжение. Вестников, Буя и всех выручек вещей. Вопрос такой попробую задать. А что лучше? Пропаганда неистинного, но похожего на истину? Или вообще отсутствие пропаганды такой? Или вообще? Или отсутствие такой пропаганды? Какой вопрос? Вот этим самым приемом. Вместо того, чтобы поставить вопрос, где истина, вы решаете, а что лучше? Зачем? Что лучше? А сейчас вот по голове вот этой книжкой дам, или утюгу? Вы скажете, конечно, лучше книжкой. Нет, я задавал немножечко другое вопрос. Я вот хочу… Сейчас попробую еще раз формулировать. Формулируйте еще пока. Почему отрицать возможность пива? Как бы вот таких… Нет, можно я скажу? Можно ли… Как бы здесь было бы сравнение такое. Отравлять вас медленным ядом или не отравлять вообще? Вот такой вот вопрос я задавал. И ваш вопрос все равно вредительский. Почему? Потому что вместо того, чтобы думать о том, как развивать людей, и смысл вот наших занятий в том, что мы, например, знаем все такое развитие человечества. Мы знаем цель производства социалистического. В чем цель социалистического производства? Скажите, пожалуйста. Обеспечение всестороннего… В конечном итоге обеспечение всестороннего свободного развития каждого из меня в обществе. А что полностью так, а не хотите сказать? Как кого-нибудь душить, и вы там придумываете разные варианты? Ну, я придумываю. Ну, а кто? Вы тогда ходатай, или… Я не ходатай, но я, наоборот, хотел… Вот есть цель производства социалистического. Она была в первой программе, она во второй программе была. Ее выкинули предатели коммунизма и предатели, так сказать, Советского Союза, выкинули из третьей программы. Она звучит так. Обеспечение благосостояния и всестороннего развития всех членов общества. Ленин об этом думал. Лиханов об этом думал. Один съезд, так сказать, я это обсуждал. Одна программа, вторая программа. Целиком переносили. И вот пришли к нам, мы уже тут, в наше время, и вы после этого спросите, что лучше мне, утопиться или повеситься? Ну, чего это такие вопросы? Это совсем то самое. Ну, почему вы не ставите вопрос о развитии? Почему я должен задаваться такой целью и думать, задавите мне таракан или комара, когда нужно решать другие проблемы? Вы себе голову заполняете не тем трухой. Надо не пускать в голову то, чему там не место. Если вы гениальные вещи изучаете, то вы вот такие вещи пустые, никчёмные, туда не берёте в голову. Потому что, если вы забьёте этой трухой голову, вам ничего крупного не решить. Ну, собственно говоря... Может не зайти... А? Не по всех зайдёт гениально. Вот, собственно говоря, я про это и говорил, что... Вот как раз гениально, это как раз и дойдёт. А вот не гениально, это нет. А не гениально, там не чему доходить. Там не чему доходить. Гениально – это истинное. Что такое гениальное? Сейчас вопрос. Я у меня такие лекции, так сказать, есть. Я вопросы экзаменационные задаю своим студентам, и они отвечают. Если не знают, я им ставлю соответствующую оценку. Что такое гений? Кто? Вот вы о гениальном стадии говорите. Гений кто? Гений – тот, кто признан в общем... Признан. Всё, голосовали? За кого быть? Да, что он признан. Бывает, например, долго. Ну, а у вас опять субъективизм сразу. Признан, не признан. А бывают непризнанные гения, а потом всё равно они гений. Гений – кто такой гений? Он не бывает в использовании. Что? Гений, он вне социальной жизни не бывает. Так вы его опосредствуете вопросом о том, признали его или нет. Так я говорю, если социум признаёт его гений, так он не признаёт. Какой социум признаёт? Какой социум признаёт? Ну, какой? Вот, скажем, Ленин... Общество. Какое общество? Вот современное буржуазное общество Ленина гением не читает и читать не будет. Как он может его признавать, когда это враг вообще капитализма? Ну, значит... Что? То общество, в котором этот человек появился. Вы сводите к мнению. Вы вместо знания берёте мнение. Вот мнение там хороших людей. Вот если эти хорошие люди, значит, считают его гением, значит, он гений. Поэтому у нас гениев просто пруд пруди. О, это гениально! Это гениально! А что гениального-то? Ну, где тут глубина? Ещё раз, вы не знаете, кто такой гений? Не знаю. А вот я спрошу, кто знает? Не знаю. Ну, кто-нибудь знает, кто такой гений? Может, вы гений, а не знаете? Человек опередивше время? Нет. Так убежал? И всё. И за ним никто... Вот там человек знает, в углу. Тот, кто продвинул человечество вперед. Вот, учитесь. Никто там думает, там, или думают, или считают, а кто на самом деле продвинул человечество вперёд в какой-либо области, или в ряде областей. Правильно? Вот если... И это талантливых людей тьма. Кто такой талантливый человек? Вы можете определить талантливого человека? Ну, на гений вы не добрались от таланта-то хоть скажите, хоть талант кто? Ну, не такой, как в Швейцке. Ну, не такой, как в Швейцке. Любой. Ну, уроды-то точно не такие, как все. А уроды по-польски это красавица. Они тоже не такие, как все. Правильно? Ну, вообще-то каждый не такой, как все. Ну, так что такое? Ну, талант-то кто талант? Не знаете, кто такой талант? Природные способности в той или иной сфере. Вот. Способный человек с природными способностями. Вот человек способный. А вот на что он эту способность употребит? Это уже вопрос истории. Правильно? То есть, и вот в истории так получается, что одни употребили на уничтожение людей, как Гитлер, например. Способный человек? Да. Талантливый? Да. Талантливый. Вы картины нарисовали? Нет. А, Гитлер нарисовал? Книгу написали? А, Гитлер написал. Полководец хороший? Великолепный. Ну, четыре года. Не, он, он, да, наверное. Ну, как, что? Почему, наверное-то? Ну, еще, вот Сталин, еще более крупный полководец, но Сталин как долго с ним воевал, и как долго тянулась война. Ну, как, ну, как, куда мы денемся? Конечно, способный полководец. Ну, мне кажется, это невозможно это отрицать. А что тогда делали наши войска? Это он не способный. А, нам это ерунда. Какая ерунда? Мы празднуем, как мы прорывали кольцо блокады. Это надо было прорывать было. Это же страшная сила была. И если мы скажем, что это просто неорганизованная сила, ну, это неправильно. Он гениальный? Нет. Гений и злодейства несовместимы. Поэтому не случайно, вот это именно правильное определение, что это тот, тот очень талантливый человек, который продвинул человечество вперед в какой-то области или в ряде областей человечества. И это факт. А признают его, не признают это самое общество, или сообщество, или люди, там, специалисты или не специалисты, это же вопрос другой. Совсем не такое определение. Не сущностное определение. Мы же сущность берем. Суть дела в чем состоит? Продвинул ли он человечество вперед? А что по этому поводу думают другие люди, те или иные, это второй вопрос. Хотя, прежде чем это выяснить, то, конечно, это тоже обсуждается, решается, вдумывается, как всегда, в человеческом обществе. Но тут вы никогда не встретите, например, скажем, одни сторонниками, а другие являются против. Почему? Потому что у нас значительная часть человечества – реакционеры, враги прогресса. И враги прогресса никогда не будут гениального человека считать гениальным. Если это относится к... То есть, если часть считает гениальным... Это не вопрос мнения. Это не вопрос мнения. Часть считает. Это вопрос о том, что считают. Это вот такая... Так социологию к этому свели. Давайте сделаем опрос. Когда мы сделаем опрос всего населения России, мы выясним, что поскольку Россия буржуазная страна, и поэтому у нас буржуазная экономика растает, значит, у нас идеология буржуазная. Значит, какой результат опроса будет? Ну, какой нужен буржуазий, и такой будет. странно даже, что тут думать, мы же не вообще опросы абстрактные проводим, у нас мнение формируется, общественное бытие определяет общественное сознание, нет, ну с чего человечество, ну вот оно, у нас человечество живет при капитализме, основная масса, значит у нас основная масса человечества на любой вопрос дает буржуатный ответ, в целом, а разбросы есть всегда, с точки зрения и так далее, тем более в буржуазном обществе, в демократию, значит здесь есть противоположные позиции по любому вопросу, правда? И поэтому вопросы большинства, меньшинства нас не должны волновать, вопрос истины нас должен волновать, истина, а истина уже, что такое истина, можете сказать? Соответствие, понятие объекту и объекта понятия. Соответствие, не попадение, а соответствие. Ну вот, если этот факт есть, значит это истина, поэтому вот, ну вот если истина, это не обязательно, что гениальное, потому что истина, это значит может быть просто талантливый, может быть выдавивающийся, может быть гениальный, когда уже бродюнуло человечество вперед, потому что такой критерий очень крупный, ну в этом плане. Так, еще вопрос у вас? У меня такой вопрос, можно как-то обрисовать образ будущего. Вот, например... Вот мы обрисовали, у вас книга есть, там все обрисовано. Ну, все будут жить как советские. Ну, декреты завоевала власть, какие-нибудь декреты, сохранится ли многоукладность в экономике, будет ли обеспечена такая же свобода слова и свобода, например, перемещения людей с границами, и вообще, чем вот этот образ будущего должен быть привлекателен настолько больше, чем вот сейчас образ, например, буржуазной Швеции или буржуазной Финляндии. А кому он должен быть привлекательным? Большинству населения. Мы еще увидели, что он большинству населения будет привлекательным. Вот сейчас большинство населений на каких позициях находится? Буржуазных или паралитарских? На буржуазных. Ну, и зачем же мы будем приспосабливать, так сказать, привлекательность к буржуазной идеологии и к буржуазным взглядам? Что должна сделать диктатура паралитарных? Какую власть установить такую, которая реализует интересы громадного большинства? А чтобы реализовать интересы, надо их что сделать? Познать. Вот вы можете познать интересы большинства? Или будете опрашивать? Вот эти вот плохие социологи, они опрашивают. Но если опрашивать будут, то точно будет буржуазная точка зрения. А если я буду выяснять интересы, то интересы громадного большинства, конечно, не буржуазные. Они, конечно, паралитарские. Причем основная масса трудящихся не способна к руководству трудящимся. Вот, скажем, городской, фабрично-заводской, промышленный пролетариат может руководить трудящимся. Но интересы у них не противоположные, они выражают интересы всем. Но вы представляете себе власть рабочего класса, при котором врачи плохо живут? Нонсенс. Да и такого и не было, и никогда и не бывает. Вот на Кубе медицина замечательная. Почему? Ну, потому что это социалистическая сторона была. А сейчас, может, она тоже там плохая будет. Или школы почему хорошие, или дома остались. Не для богатых, а для всех. Вставайте в очередь. Если у вас большая семья, получите больше. Маленькая семья, получите меньше. Это из чего вытекает? Из интересов. Поэтому, если речь не идет об обещаниях, а речь идет о том, чем руководствуется. Может любой класс, который берет власть, или имеет класс, руководствуется своими интересами. Вот если вы руководствуете своими интересами, вы эгоист. Если я руководствуюсь своими только интересами, я тоже эгоист. Применить многодельным людям – это как бы негативный такой метод. Вот вы только и думайте о себе. То есть, и поближе сели, чтобы лучше все услышать, и чтобы лучше все сдать, и все это хорошо понимать. А он подальше сел специально. И такие вопросы специально задает. Но он тоже хитрый. Он хочет, так сказать, расковырять, чтобы лучше понять. Метод такой. Метод такой. То есть, как стоит вопрос? Вопрос стоит в том, что есть объективные интересы. Их нужно, а, познать? Познать. Вот это мы сейчас этим занимаемся с вами. Только познанием. Ничем другим мы не занимаемся. Познаем экономические интересы. Чтобы познать, надо, между прочим, знать диалексику. Надо знать этих категорий. Как я могу выразить в понятиях, если я не знаю отличия там. Это что такое? Это что такое? Что такое сущность? Что такое закон? То есть, люди, которые этим не владеют, они вообще не могут познать интересы трудящихся. Не говоря уже о том, чтобы возглавлять этих трудящихся, вести их куда-то. Потом мы должны понять, мои интересы познать, ваши интересы, или интересы того класса, который наиболее заинтересован в общественном прогрессе. Мы определяем класс, который является передовым. Сейчас какая эпоха? Сейчас эпоха перехода от капитализма к коммунизму. Эпоха чего? Эпоха, для которой передовым классом является рабочий класс. Это и вовсе не значит, что эти рабочие молодцы все. Или каждый какой-то конкретный молодец. А это говорит о том, что если он осознает свои интересы, он станет действовать как передовой человек. Если я осознаю, я тоже буду действовать как передовой человек. А если я свои интересы буду осознавать? Ну, дорогие партии. Познать должна партия. Ну, партия, чтобы осознать, она ведь соединение социализма с рабочим движением. Если наш брат интеллигент оторван от рабочего движения, я от кого получаю заработную плату? От рабочего плата или от буржуазей? От буржуазей. Ну, это же так. Поэтому он говорит, как вот нам, вот есть люди, так они-то образованные, конечно, но основная масса образованных людей и необразованных людей в буржуазном обществе стоит на позициях буржуазей. И как вот Ленин ставил образ? Как мы начнем? С того, что мы получим большинство, как вы хотите нарисовать этот привлекательный образ? Большинство привлекательный образ рисует телевидение буржуазное. И никакого другого вы образа не нарисуете, пока вы не возьмете власть, потому что рисует образа. Не мы с вами и не Красный университет рисует, а образа рисует средства массовой информации. Они принадлежат господствующему классу. И поэтому господствующий класс спокойно смотрит на ваши выступления и занятия. Да занимайтесь сколько хотите. В вас там 600, 500, 400, 1000 человек ничего не значит с их точки зрения. А земля крестьян в фабрике рабочих? Это мир всем воюющим? Это лозунги. Земля крестьянам – это не социалистический лозунг. Это буржуазный лозунг. Земля крестьянам, потому что буржуазия свои задачи не решила. И поэтому большевики… У нас ведь какой лозунг для крестьян был социалистический? Соединить собственность и превратить в часть общественной собственности. Чтобы у нас не было расколотое всё промышленность общественная. То есть какая если частная, как в Польше. А чтобы это всё соединить. Вот большевики, отнять и поделить. И отнять и соединить. Но отнять не у всех, а у крупных. У нас же ведь был частный капитал. Частно-хозяйственный капитализм. Уклад целый был. Не было такого, чтобы всё национализировали. Да мы то, что национализировали, не можем направить по единому плану в общих интересах. Это большая и трудная задача. Перед нами стоит задача с вами некрасиво разрисовать. Для этого есть художники, люди, специалисты, которые разрисуют. Мы это всё понять должны. И выразить интересы. А вот выразить интересы можно считать, что это наша с вами задача. А задача нашего проектора выразить наши интересы другие. Потому что он не хочет, чтобы потом чьи-то семьи распались. И сказали, чем вы там занимаетесь и как фамилия этой, которая у вас называется Красный Университет. На этом нам придется занятие закончить. Мы понимаем язык жестов. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok